Несколько поколений, наши мамы и папы, бабушки и дедушки, и мы сами в канун Нового года делали фонарики из цветной бумаги. И спустя столько лет традиция не изменилась. Материал один и тот же, но у каждого всегда получается что-то свое и неповторимое. У меня получился вот такой фонарик. И что ты будешь с ним делать дальше? Украшать его. Так, а после этого? После этого подарю маме. Я его украсила украшением. Я подарю свой фонарик папе. А, да как ты думаешь, ему понравится этот подарок? Да. Да, почему? Потому что он красивый, яркий. Конечно же, украшение на елку можно купить на любой вкус, но воспитатели рассказывают, что стараются дать возможность малышам почувствовать себя волшебниками. И они это действительно ощущают, когда из обычных подручных средств мастерят шедевры. Не первый раз у нас это проходит. И самые обычные поделки дети могут изготавливать из обычной бумаги. То есть, которая есть в каждом доме у каждого ребенка из пластилина, который, допустим, не требует очень больших затрат. Из картона. Вот мы недавно с детьми делали новогоднюю поделку. Новогодний шар. Мы брали картон обычный, вырезали форму шара, брали пластилин разноцветный и уже зависело от идеи самих детей. То, что они хотели показать в этой игрушке. Кто-то делал радужный новогодний шар, кто-то делал волшебный. Если вы еще не сделали с малышом поделку, возьмите себе на заметку, как можно умело использовать подручные средства и превращать их во что-то невероятное. Ёлка из белых салфеток и даже макарон. Ёлка из леденцов. А любимицей детворы стала вот эта ёлка из шишек. Мы с мамой и с папой ходили в лес и нашли столько много шишек. Мы сделали конус и на него приклеили шишки. Моя поделка самая красивая. А почему? Потому что мы ее украшали. Эфим, у тебя очень-очень красивая поделка. Расскажи, пожалуйста, что ты здесь делал. Наверное, тебе мама помогала? Или ты маме помогал, я не знаю. Расскажи, что... Мама. А, мама тебе помогала? Ну, рассказывай, что именно ты здесь делал. Я делал игрушки, камушки, переписок и отдала снеговика, а мама этого. Ты сделала этого снеговика, а мама этого, да? А расскажи, как, раскрою нам секрет, расскажи, как сделать такие шарики. Мы взяли шарики и завязали ванильточку. Мама купила вот этот картон, а я ее красила гуашем. Буду хранить ее. Или мама будет хранить. Варюш, расскажи, пожалуйста, как зовут твоего снеговика? Веселый снеговик. А почему он веселый? Потому что у него улыбка. Улыбка у него есть. У снеговик сам веселый, приносит всем радость. Почему это важно? Потому что, во-первых, развивается интерес детей. Развивается творческое мышление детей, память, воображение. Потому что, изготавливая, допустим, какую-либо определенную подделку, конечно, педагог, либо родитель хочет видеть тот образец, который вот он запланировал сделать. Но порой дети совершенно по-другому видят это. И совершенно у детей получается по-другому. Конечно же, исходить из желания и возможностей ребенка. Почему? Потому что иной раз наши желания не совпадают с возможностями наших детей. Создавайте свои оригинальные подделки с малышами и пусть они принесут ощущение праздника в каждый дом.